Телекомпания «ЖИТ» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям представляет. «ЖИТ» Мы 10 лет вместе учились, и просто хочется пожелать, чтобы мы никогда не расставались и все равно встречались каждый год, ну или хотя бы раз в 5 лет, и все будет круто. Мы хотим передать привет нашей любимой бывшей однокласснице, у нее сейчас тоже должен быть выпускной, она живет в Курске, это Даша Абрамова. Мы ее очень любим, мы ее ждем, что она приедет к нам, мы ее очень будем ждать. «Хочу передать привет своему старому классу, своей старой школе 799, особенно моему другу большому, виноходову Алексею, я его уже очень давно не видел. Леша, если ты меня слышишь, позвони мне». «Мы бы хотели, ну, передать всем привет от Алабинской школы, сказать всем, чтобы они никогда не теряли надежды, если они кого-то ищут. Это был 11-й А. А также мы хотим еще пожелать всем людям, которые любят друг друга, чтобы они не теряли, чтобы они находили друг друга, находили свою любовь, и чтобы мир был замечательным и становился только лучше. И мы постараемся вырасти, мы вырастим и постараемся сделать его только лучше. И вообще я люблю свою родину, люблю своих родителей и люблю всех вот этих друзей и людей, которые рядом со мной». «Добрый вечер! Вы смотрите программу «Жди меня!». АПЛОДИСМЕНТЫ Наш телефон 937-99-92. Замечательные ребята, по-моему, да? Я хочу поздравить вас всех, ребята, с окончанием школы и пожелать вам всего-всего-всего самого лучшего. Только не теряйте, пожалуйста, друг друга. Ладно? Итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Давайте, правда, тоже что-нибудь им пожелаем. Кто хочет что-то сказать, подойду к вам с удовольствием. Я хочу вот что сказать. Главное – иметь цель в жизни и стремиться к нему. Но важен и путь, который ты идёшь. Желаю вам, что ветер вам всегда по пути. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вы откуда к нам приехали? Я родом из Австрии, но живу в Москве. Вы тоже кого-то ищете? Да. А подойду к вам обязательно. Кто ещё что-то хотел сказать, пожелать, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень хочу поздравить всех выпускников, наверное, в большей степени их родителей. Уже стала традицией, наверное, привычной всему человечеству провожать вот таких самых дорогих своих детей в новый мир. Очень хотелось бы, чтобы именно по самому порогу каждый из них приобрёл свою цель. И очень пожелаю им родителям, чтобы они такими счастливыми, весёлыми после окончания бывшего учебного заведения опять вернулись живыми, здоровыми к своим родителям. И в заключение хотел бы воспользоваться этим моментом, попоздравить выпускников из своей Чеченской республики. Дело в том, что в этом году абсолютно стопроцентно восстановлены все школы республики, разрушенные войной. И на 30% увеличилось число выпускников, которые вот в течение 15 лет не могли. Вы знаете, мне очень хочется вас с этим поздравить. Спасибо большое, спасибо. Вы сами ищите кого-то. Я из Грозного. Зовут меня Эдуард, фамилия Мамакаев. Ну, чтобы могли в случае чего легче найти, скажу я, председатель Союза представителей республики. И если вдруг адресат захочет, это просто найти меня, Грозный, советписатель Мамакаеву. Я ищу свою мачеху. Это Мамакаева Мария Ивановна 1925 года. Она встретилась с моим отцом в такие жестокие годы в Магадане. Её привела такая же судьба, как и моего отца, в годы репрессий. Наверное, помните, такая история была против сталинских дел в школах многой России. Комсомольские тайные собрания создавались. Вот там майя, недовольная политикой, порвала свой комсомольский билет в протест в порядке. Получила 10 лет. И все эти 10 лет отсидела в Магадане. Из них 8 лет она была знакома с моим отцом Арбимом Макаевым. Арбимом Макаевым – это мой отец. У них общие много знакомых, в том числе, всеми вами уважаемые, Георгий Жонов сидел с ним в тюрьме в Магадане в 9-й шахте. Александр Солженицын, Карл Лагеря вместе с ним сидел, они знакомы. Ну и многие другие известные русские классики. Благодаря встрече с ней он, может быть, даже вернулся живым домой, в Грозный. Вдвинулись они в Грозный в 1957 году. Ну, получилась известная такая тройка, любовная тройка. Оказывается, жива была моя мать. Получилось отец такой, на перепуте, что ли, скажем. Майя оказалась немножко неудобным, скажем. Получилось так, что она ради того, чтобы встретилась с семьями моего отца, она ушла. Они расстались очень трудно, любили по всему очень друг друга. Уже после смерти отца я о его рукописях нашел такие секретные его записи. Даже целую поэму наживается «Улетело счастье воробей». Эта поэма была посвящена Майе. Майя об этом не знает, к сожалению. И с того дня мы не можем ее найти. Могут, даже если узнают, может обидеться, что я поздно ее еще. Нет, я еще в советское время ее искал. Но дело с чекистами сложновато, тем более люди, которые сидели в Магадане. Она сама родом из города Горького. В то время были живы ее родители, братья. Их фамилия Башевая. У нее были родственники. Вот письмо 1952-1954 года из Москвы. Здесь на подпись «Таня и Нуры». И здесь наши сыновья Тарасик и Алик. Но приблизительно должны быть одни мои ровесники. Но здесь они в то время проживали в Москве. Я не столько. Я знаю, что трудно. Может, уже составило все-таки время. Но мне просто объяснить надо ей. Хотя бы извиниться. Ну, черт, мне надо же такую слабость. Очень хочется найти ее. Очень хочется. Мы будем очень стараться. Здравствуйте. Я приехала в Забайкалье. Благодарить вас. И, во-первых, я хочу поздравить своих выпускников наших, забайкальцев. И вам огромное спасибо за такой огромный труд. Благодарить все Забайкалье. Я ищу детдом. Воспитанников детского дома. С 1941 года я пробыла на станции Урульга Каримского района. Мы всю войну пробыли в детдоме. Сейчас ищу, кто остался в живых. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Благодарю я вас. Очень благодарю от всех наших жителей. Спасибо. И прошу, приезжайте. У нас очень край. Такой жары нет, какая здесь у вас. У нас очень много хороших водоемов. Очень много орехов. Очень много всего. Приезжайте, пожалуйста. И благодарим мы вас за все. То, что вы делаете. Еще раз. Спасибо большое. Давайте будем знать, что они отзовутся. 937-99-92. Я просто хотела сказать, что я буду ко многим сегодня подходить. А пока начнем с первого ряда. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы ищем вся наша дружная семья, племянницу Суфьянову Викторию Фаритовну. Сегодня со мной приехали две мои сестры. Мама приехала. В 92-м году, отслужив в городе Балтийск, Калининградской области, срочную службу, мой брат остался по контракту служить митчменом. Женился. В 93-м году у них родилась дочь в апреле месяце. И в 93-м году, в октябре месяце, когда ребенка было 6 месяцев, он трагически погиб. Мы очень переживали за девочку. Нам, конечно, очень хотелось бы повидаться с девочкой. А потом, в прошлом году, моя сослуживица ездила в те края, я ее попросила, дала адрес, говорю, ну, пожалуйста, ты узнай вообще, как эта семья жива, они здоровы. Привези мне от них какой-нибудь привет. И она приехала и привезла такую вещь, что мама Виктория Оксана умерла, а бабушку вторую забрали родственники в Ленинградскую область. И вот мы, узнав об этом, решили, что девочка с такой большой роднёй не должна жить в детдоме. И, Виктория, родная, ты должна знать, что у тебя есть 4 тёти, у тебя есть бабушка, у тебя есть 6 двоюродных братьев и сестёр. И мы бы хотели, чтобы ты жила в нашей большой семье. Откликнись, пожалуйста. Мы тебя очень любим. Ты не думай, что вот мы о тебе не думали. Мы все эти годы о тебе думали. А теперь, когда мамы твоей нет, и нам хотелось бы, чтобы ты жила с нами, чтобы ты не жила в детдоме. Пожалуйста, откликнись. А как вы думаете, где её сейчас нужно искать? Ну, мы думаем, что или в Балтийске, или в Калининграде, в детдоме. Ну, нам сказали, что её забрали в детдом. В Калининградской области, вот моя сослуживатель приехала, сказала, что соседи сказали, что бабушку увезли, а девочку забрали в детдом. Понятно. А я вам хочу сказать, что мы сейчас показывали выпускников, как раз из Балтийска были кадры. И там среди выпускников была ваша племянница. Вы, конечно, не узнали её, не могли узнать. Потому что, ну, вы даже по фотографии, вы знаете её там, когда ей было полгода, там, ну, и когда она была совсем маленькая. А, ну, сейчас ей 14 всё-таки. Сейчас мы вам её покажем. Вика! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Какая она похожа! Какая хорошая девочка! Ну, хорошая девочка! На папу похожа, очень! Спасибо всем, кто нам помогает! Я хочу напомнить, что на одном из российских интернет-порталов появился новый сервис возможность проверить, не ищут ли вас. Там есть такая закладка «Люди». И, конечно, вы всегда можете это сделать через наш сайт. Не забывайте это делать. Ведь мы каждый день получаем тысячу новых заявок на поиск. Добрый вечер. Добрый вечер. Кого вы ищете? Я ищу сына Цибина Вадима. 19 мая он была суббота, он не учился, он собирался приехать ко мне на работу. Он вышел из дома. С этого времени его никто нигде не видел, и нет никаких следов. Сколько ему сейчас лет? Ребенку 11,5 лет. Он очень жесткий, крупный мальчик, очень любознательный, живой, подвижный. Я ума не приложил, где может ребенок. Я считаю, что только где-то насильственным путем его удерживают. Ольга Федоровна, вы знаете, когда мы договаривали, что вы к нам приедете, мы надеялись на то, что его по фотографии кто-нибудь узнает, и нам позвонит, что будет какой-то отклик. Но пока вы к нам ехали, мы его нашли. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрите, пожалуйста, на экран. За май месяц на Калужской-Рижской линии было задержано 15 несовершеннолетних, которые оказались безнадзорными. Несовершеннолетние, если не выясняем, где родители, кто, откуда, мы изначально помещаем в лечебное учреждение, а потом, когда родители находятся, лечебное учреждение уже передает родителям. 25 мая у нас были задержаны трое детишек на станции метро Калужская. Цыбин Вадим, Поляков Владислав, Спиркин Станислав. И с мальчиком вот 11-13 лет. Ну, пока дети находятся в Морозовской больнице. Мы выяснили все это только что. Поэтому привезти в студию мы его просто не успели. Но вы, вы можете прямо сейчас поехать и забрать его. Машина уже вас ждет. Идите сюда, я вас провожу. Спасибо. Огромное вам спасибо. Я не знаю, у меня тоже. Ольга Георгий, идите сюда. Я вас просто провожу. Спасибо вам большое. Вот, пожалуйста, сюда вот идите. Огромнейшее вам спасибо. Спасибо. Я тоже хочу показать вам несколько фотографий. Все истории о пропавших подростках. Вот, посмотрите. Юлия Чекменева, 17 лет. Ушла из дома в городе Волжске 2 мая этого года. По слухам, собиралась в Москву на какой-то концерт. А это Артем Ельчанов. Ему 16 лет. Ушел из дома в Тамбове 17 августа прошлого года. Маме сказал, что уйдет в компьютерный зал. Но там так и не появился. Азат Ниязов. Ему 15 лет. Ушел из дома в селе Ирдык из Сыкульской области в Кыргызстане еще в январе. А это Александр Калугин. Ему 16 лет. Ушел из дома в Ново-Воронеже 25 января 2007 года. С тех пор его дважды задерживала милиция в Москве. Но оба раза он сбегал. Наташа Гаврилова. 16 лет. Ушла из дома в городе Набережной Челны 7 марта 2007 года. Маме прислала СМС о том, что у нее какие-то проблемы. И она вернется, когда все будет хорошо. Наташа, наш телефон 937-9992. Пожалуйста, изыщи возможность, позвони нам. Если ты действительно оказалась в какой-то трудной ситуации, мы постараемся, обязательно постараемся тебе помочь. И вот еще несколько фотографий. Варвара Шумакова, 18 лет. Студентка Ростовского медицинского института. Пропала утром 18 апреля этого года по дороге в институт. Регина Азатская, 16 лет. Она ушла из дома в городе Азнакаево, Республики Татарстан, 26 апреля 2007 года. После серьезного конфликта с одноклассниками. Кристина Баталина, 15 лет. Ушла из дома в поселке Железорудном, Устанайской области, Республики Казахстан, в начале мая этого года. Евгений Рядский, 20 лет. Работал курьером. Ушел из дома 25 июня 2006 года. После того, как потерял какие-то документы, которые должен был доставить. Юлия Аникина, 15 лет. Пропала по дороге в школу 11 апреля 2007 года в городе Орске Оренбургской области. Олег Иларионов, 15 лет. Может называть себя Петей Волковым. В январе 2006 года он сбежал из детского дома в Чехии, в Карловых Варах. Его разыскивает бабушка. А это Эльвира Шайнурова. Ей 16 лет. Пропала 8 апреля в Демском районе города Уфы. Недалеко от вьетнамского рынка. Звоните нам, если вы кого-то узнали из этих детей. Родители-то волнуются. А теперь мы хотим рассказать вам действительно невероятную историю. Ну, в общем-то, почти фантастическую историю. В которую даже трудно, трудно поверить. Началась она на далеком севере. Много лет назад. Еще в 30-е годы в большоземельной тундре возникло необычное и тайное общество. Или, вернее, сообщество. В него вошли несколько ненецких родов. Которые бежали от коллективизации, бежали от советской власти в труднодоступные северные районы. Называли себя они Мандалада. В прямом переводе с ненецкого это означает общий сбор, собрание, стойбище. А в переводе с языка ОГПУ это означало просто восстание. В сущности, это и было восстание. Его инициаторами было трое немцев. Они бежали из колхоза имени Ворошилова. Они-то и кликнули этот общий сбор Мандалада. Вскоре на территории Щучья-Реченского тундра Совета в предгорьях приполярного Урала возникло стойбище недовольных советской властью немцев. На сопках поставили сторожевые чумы, выставили посты и жили там совершенно отделенные от государства. на общем собрании были избраны вожди Мандалады. Их звали Сергей Нога и Василий Лаптандр. Они продолжили сбор недовольных по всей тундре. И так продолжалось до 1943 года. И тогда из Усть-Кары пошел первый донос или сообщение вот о том, что произошло. Они были объявлены, вот эта группа людей, к бандформированию и было принято решение бандформирование, война идет, бандформирование уничтожили. После долгих часов перестрелки военные вынудили женщин убедить своих мужчин сдаться. Женщины пошли плача. Несколько часов они там уговаривали и в результате немцы начали спускаться. Всех их арестовали, всех их забрали. Братьев, отцов, сыновей в возрасте от 18 до 78 лет стариков забрали и повели. И только командир где-то в какой-то момент опомнился и оставил муку для этих вот рыдающих обреченных почти женщин. Оставшихся в живых участников мандалады ждал самый суровый приговор, не подлежащий обжалованию. Зачинщиков приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Остальным дали от 10 лет тюремного заключения. Но затем буквально чудом нескольким ненцам удалось избежать жестокой расправы. Смогли выжить и некоторые семьи приговоренных бунтарей. Они ушли глубоко на севере и жил вне цивилизации. Без паспортов, без налогов, фактически абсолютно вне государства. Но поскольку вообще совсем без цивилизации жить невозможно, им нужны были, например, патроны для охоты. они поэтому потихоньку, тайно, но все же приторговывали с теми, кто оставался на большой земле. А в 90-е годы, когда ввели карточную систему, такая торговля стала невозможной. И они все-таки вышли из тундры. Сейчас мы ищем сохранившихся представителей этого удивительного народа. хотя бы их потомков, всех очевидцев, которые знают об этой фантастической истории. Если вам что-то рассказывали родители, или вдруг хотя бы в легендах сохранилась какая-то информация об этом, пожалуйста, позвоните нам. Наш телефон 937-99-92. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Рыбина Антонина Васильевна. Мы разыскиваем сына нашего Рыбина Григория Александровича 1970-го года рождения. 15 сентября 2006-го года, где-то около шести вечера он ушел из дома. До настоящего времени мы не знаем о его судьбе. Если кто-то что-то знает о моем сыне. Пожалуйста, звоните нам. 937-99-92. Мы будем очень ждать. Добрый вечер. Я москалец Михаил Григорьевич. Продолжительное время пытаюсь установить судьбу моего отца. Москалец Григория Васильевича. Он был младшим командиром 49-го отдельного батальона охраны обеспечения штаба резервного фронта Верховного Главного командования. И пропал без вести под Москвой в ноябре 41-го года. И вот последняя надежда на вас пробить стену каких-то архивных стен, что ли. вот потому что мои обращения вот куда последнее время ну по сути дела ни к чему не привели. А вам говорили, что вы очень похожи на отца. Ну вот. Он только здесь моложе, чем вы сейчас. Ну вот 66 лет назад, а мне тогда было 3,5 года, когда он меня на пристань нёс на плечах своих. А сейчас мне 70. Ну пытаюсь до последнего вздоха, так сказать. может что-то удастся, чтобы поехать на родину на могилу матери. Я поклялся, когда последних дней мать привезу, что-то узнаю на могилу тебе про отца. Здоровья вам. Спасибо и вам. И удачи. Добрый вечер. Добрый вечер. Я ищу своего внука Данилина Дениса. Он у нас пропал 18 апреля этого года. ушёл из дома. А где это было? И больше не вернулся. Город Малая Рославец. И найти мы его не можем. У меня просьба ко всем, кто нас сегодня смотрит. Вот как раз это тот случай, когда надо внимательно посмотреть на эту фотографию. И так как это случилось недавно, то наверняка найдутся свидетели. Пожалуйста, позвоните нам сразу. Наш телефон 937-99-92. Добрый вечер. Добрый вечер. Я разыскиваю девочку по имени Тоня. Мы с ней познакомились в 82-м году в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде. Потом я пошёл служить сверхсрочно. и через 10 лет тяжело просто узнал, что она родила двойняшек. И 15 лет я его искал и до сих пор не могу найти. И написал вашу передачу. Простите, значит, сколько лет прошло? В 82-м году это было. Так вы же за это время могли уже дедом стать? Я предполагал это. Я писал в Беларуси в министерство. Мне тяжело не греем найти концепт, потому что я не знал правильную её фамилию. Ну, вы знаете, я должен вам сказать, что вы стали дедом. Это я вам говорю абсолютно точно. Но сейчас вы удивитесь ещё больше, по-моему. ещё одна новость есть для вас. А вы, по-моему, её даже не ждёте. Ну, смотрите на экран. Здравствуй, папа. Близнецов у вас не получилось. Родилась я. Конечно, это, наверное, самый лучший подарок за всю мою жизнь. очень рада, что ты нас нашёл. Я очень хочу тебя увидеть. Ты мне очень нужен. Очень-очень. У тебя теперь будет три сыра, одна дочь и маленькая внучка. за маму, за маму, за папу, а теперь за нового дедушку. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы поняли, что это ваша внучка, да? Похож. Похож. По-моему, тоже похож. Похож. Ваша дочка очень боится, что вы расстроитесь, что вместо двух мальчиков появилась одна девочка. Информация была неправильна, по всей видимости. Но вы с одной-то девочкой примиритесь вместо двух мальчиков, а? Да. Она на мою сестру похожа. АПЛОДИСМЕНТЫ Воля! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну так, подходишь? Все, похоже. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ К вам обещала подойти. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Я Анна-Мария Хаслингер. Я в Старико, но живу в Москве. Я еще двух человек. Первый это Сергей. Фамилию я не знаю. Примерно 1960 года рождения из города Одессы в Украине. Я познакомилась с ним в июле 1980 года в Чехословакии в теореме Вельтрусси. Сергей служил в Чехословакии в Советской армии. Насколько я знаю, в 48-й мотострелковой дивизии. Очень хочется его найти. Второй человек, это моя знакомая из Москвы. Это Прилепа Наталья Петровна, 1952 года рождения. Я с ней познакомилась в Праге, в Чехословакии, в 2004 году. Она там работала в библиотеке Российского центра науки и культуры при посольстве России. Спасибо за помощь. Простите. Анна-Мария, А кого вы показывали? Это Сергей. Это Сергей? Да, его фоторобот. Это вы его рисовали? Да. Понятно. Спасибо. Очень хочется вам помочь. Будем ждать. 937-9-9-9-2. Звоните нам, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я разыскиваю Сиднюю Анну Кузьминичну, 31-го года рождения. 26 апреля ушла из дома. Ушла в одном халате. Последний раз видели ее в городе Реутово. После этого никаких сведений, ничего в ней нет. Спасибо. Давайте будем ждать откликов. По нашему телефону 937-9-9-9-2. Добрый вечер. Добрый вечер. Кого вы ищете? Я ищу родителей погибших однополчан в Афганистане. С 5-го на 6-е июня был большой бой и там погибло два моих товарища. Это Боря Шашлов и Седов Андрей. Седов был моим товарищем. Он пришел к нам в роту незадолго до демобилизации. Мы были с ним одного призыва. Демобилизация была весной 84-го года и как раз на это время выпала большая операция паншерская. Он был ранен, вошел в болевой шок и погиб. У меня на руках оставалось письмо к его родителям. А Шашлов Борис это вообще был великолепный парень. На таких людях страна держится, потому что веселый, на гитаре хорошо играл. Он был младше, на полгода призван. Игорь Геннадьевич, посмотрите, пожалуйста, на экран. Здравствуйте, Игорь. Вам спасибо большое. Вы смогли разыскать меня. Я пока жива-здорова, мне 67 лет, живу я одна. Проведают меня внуки, у меня очень часто, да каждый день не по один раз. сын рядом живет, сноха, все приходят ко мне. И я хочу очень с вами списаться и желательно бы поговорить. Так, мы ждали, надеялись, все ждали. Такая скорбная весть пришла к нам. Ждешь, надеешься, ростишь, и живот, пожалуйста, за что. Это мама Андрея. Мы передадим вам ее адрес и адрес семьи Бориса мы тоже нашли и тоже вам отдадим. Сразу после передачи отдадим, вы сможете с ними связаться. Когда нас на этой горе зажали хорошо, нам потом сказали, что там были остатки Ахмад Шахмасуда, где-то порядка около трех тысяч человек, которые выходили с паншерок, там была большая армейская операция, и они там тормознулись под этой горой, а по ошибке по карте мы должны были прикрывать отход полка, обеспечивать прикрытие на одной из высот. по ошибке по карте мы вышли совершенно на другую высоту и оказались практически все едины вот этого банформирования большого. Начался бой, нас просто смели там и практически там надо памятник поставить, у нас был прапорщик Кубиевич, он в принципе почему был, он живой, вот это вот прапорщик, из которых наверное в большую тяжелую годину вырастают маршалы. Так получилось, я не знаю кем он сейчас, где он сейчас прапорщик, но вот это просто героический человек и заслуга его целиком и полностью, что хоть основная часть роты просто вышла оттуда живой. Сколько вот он был в роте, это просто вот столько матерям, столько солдатским матерям, можно просто ему в пояс поклониться и сказать, что вот он спас всех, он спас неоднократно просто вытаскивал всех нас, из таких передряг учил просто выбираться и я говорю, я не знаю, вот такие прапорщики, их обычно забывают потом после войны, но им памятники, понимаете, это вот старшина, которому надо просто поставить огромный-огромный памятник вот такому старшине просто высечь его из самого замечательного гранита, потому что такие старшины, они просто были больше, чем маршалы, они сделали больше, чем маршалы. Вы замечательно о нем говорили, просто замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok